Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, стоит ли бороться за мужчину? Смотря что вы имеете ввиду, если вы говорите о своем муже, то не просто стоит бороться за него, это ваш женский долг, поскольку мы должны во всем помогать друг другу и носить тяготы друг к другу, как говорит апостол, таким образом исполняя закон Христов. Если ваш муж по какой бы то ни было причине отвлекается в сторону от вас, то ваша задача сделать все возможное для того, чтобы вернуть его внимание к себе и заботой, и лаской, и красотой, и словом. Тем более, если мы говорим о христианском браке, надо бороться за свой брак, надо бороться за своего мужа, потому что он, ваша плоть, единство, и точно так же, как вы боретесь за свою душу, надо бороться за его душу до последнего дыхания, до того момента, пока все уже не будет потеряно. А если вы имеете в виду некого мужчину, которого вы хотели бы видеть своим будущим супругом или как-то начать выстраивать с ним отношения, то я думаю, что для женщины это не совсем правильно, поскольку, к сожалению, опыт показывает, что те женщины, которые не по силам себе, представляя себе, фантазируя, каким должен быть именно их принц, пытались, грубо скажу, схватить кусок, который был им слишком тяжелый, большой, который им сложно было бы унести. Мужчины сейчас все у нас, ну не все, но большинство достаточно слабовольные, и идут на поводу женского внимания, потом также слабовольно принимают какие-то решения, даже в брак вступают, а проходит какое-то время, и они как будто бы приходят в себя и говорят, слушайте, что это за женщина рядом со мной, нет-нет, я так такую не хотел, это не мой выбор, я не выбирал, поэтому предоставьте мужчине делать выбор, да, и не будьте такими охотницами, это неправильно и не приведет вас к счастью. Субтитры создавал DimaTorzok